Привет, девочки! Я сегодня какая-то перевозбужденная, потому что 9 утра у нас, 9.20. Что вы делаете в 9.20? Я, например, в 9.20 от вода ребенка в сад и снимаю видео. Как вы поняли из названия видео, сегодня будет про разницу 17-30. Откуда оно вообще пришло? Видео пришло из инстаграма, потому что я сделала пост вообще в принципе ни о чем не задумываясь. Просто мне пришла в голову такая идея выложить фотографию 17 и 30. Скорее всего, эта же фотография будет стоять на превью у этого видео. И это самая комментируемая запись у меня в инстаграме из 200 и больше записей, которые у меня там есть. Поэтому я подумала, что я же и высказаться могу по этому поводу. И решила записать это видео. Я себе сделала огромную кучу пометок. О каждой из этих пометок мне хочется поговорить. Поэтому, как всегда, без долгих разговоров давайте начинать и поехали. Итак, я буду подглядывать, скорее всего, в этот листок, потому что здесь много чего интересного. Не хочется мне ничего упустить. Это мои наблюдения того, что изменилось во мне, в моем мироощущении, ощущении мира во мне, восприятии моем вселенной, людей и всего остального. Естественно, оно может не совпадать с вашим мнением. Это абсолютно нормально. Поэтому единственное, к чему я призываю, это иметь друг к другу уважение. И если вам есть что сказать, то пишите это в уважительной форме, как по отношению ко мне, так и по отношению друг к другу. Итак, что же поменялось? Первое, про что мне хочется поговорить, это про вес. Девочки, вес поменялся. Во-первых, естественно, метаболизм ухудшается, он становится более медленным. Все это понятно. Вес, естественно, набирается быстрее уже. Невозможно съесть 150 шоколадок и 50 булочек и 300 бургеров, и чтобы это никак не отложилось. Но, что забавно, что в 17 лет, и говоря про 17 лет, я имею в виду промежуток от 17 где-то до 20 до 21 года, вес у меня, вес набирался в щеки. И даже на фотографии, которая у меня стоит на превью, вес сейчас и вес на той фотографии приблизительно одинаковый. Там плюс-минус будет максимум 2 килограмма. Но, заметьте, щеки у меня там круглые, совсем круглые, как у хомяка, но при этом я достаточно стройная на той фотографии. Сейчас же, наоборот, у меня как будто бы щек нет, ну, по крайней мере, нет таких, как на той фотографии. Но, девочки, я не буду вставать, чтобы вам показывать, что происходит со мной. В нижней части моего тела весь вес у меня откладывается в бока и в то место, которое должно быть орехом. Но у меня это, к сожалению, пока совсем не орех. В общем-то, все откладывается туда. Поэтому первое мое наблюдение касается как раз-таки веса и отношения к этому весу. Например, в 17 лет, если я набирала какое-то количество килограмм, и я это за собой замечала, я думала, о боже, сразу же мне нужно бросить этот вес, все, вот сегодня я взвесилась. Я поняла, что я набрала 5 килограмм, завтра же я сажусь на диету, я там ем гречку с кефиром и все, две недели я худею. А теперь мне, в принципе, пофиг. Я знаю, что сейчас я набрала, когда-то я вам называла цифру, что вот эта цифра для меня не позволит, если я столько вешу. Вот к этой цифре прибавились еще 2 килограмма, и это то, сколько я вешу сейчас. Я набрала достаточное количество веса, чтобы об этом задуматься, но мне вот реально пофиг. Точнее, мне не пофиг на мой вес, я знаю, что я собираюсь худеть, но мое отношение к этому уже совсем не такое. Я знаю, что сейчас праздники, что сейчас абсолютно нерационально садиться на диету, потому что 20-го у меня был день рождения, 31-го Новый год, также у меня в декабре у сына день рождения, у меня 30-го день рождения у крестного. В общем-то, огромное количество праздников, где в любом случае, скорее всего, я сорвусь, и нет никакой нужды торопить событий. Если я захочу похудеть, то я сяду на диету в январе, и все это сделаю так, как нужно. Так, девочки, следующий пункт. Понимание того, что я ничего не знаю. Сейчас, в 30 лет, я знаю, что я ничего не знаю ни о людях, ни о религии, ни о политике, ни о культуре. И чем больше я проживаю, тем, по крайней мере, чуть-чуть я могу затронуть какие-то знания и приблизиться к пониманию каких-то из процессов, которые я вам назвала. И уж тем более, это касается моего восприятия людей, потому что раньше я была уверена в том, что, во-первых, я знаю все, и, во-вторых, я была уверена, что я отлично разбираюсь в людях. Вот я прям их чувствую, и я знаю, где хороший человек, где плохой человек. Нет, все это было... Я не знаю, откуда это вообще бралось. Но чем больше я живу, чем больше лет мне становится, тем меньше я понимаю людей, и, соответственно, тем меньше я понимаю, что я в них вообще разбираюсь. Следующий пункт. Память. В 17 лет я запоминала все. У меня стояло 10 тысяч миллионов задач, и я их помнила все. Мне не нужно было вообще ничего записывать. Я знала все за год вперед, каждый день, дату, число. Я запоминала все абсолютно. И на рождение всех своих друзей, все телефоны, номера, счета, я знала все. Вот просто абсолютно все это было в моей голове. Сейчас моя память отказывает. Я не могу запомнить вообще ничего. Мне нужно все записывать в мой блокнот, чтобы я ничего не забыла, потому что даже если у меня 3 либо 4 дела, я 100% если не запишу где-то, могу одно забыть. То же самое касается, например, походов в магазин. Я постоянно что-то забываю купить в магазине, если я не ношу с собой вот этот старческий список того, что мне нужно купить. Старческий в кавычках. Потому что если я список не напишу, ну, блин, 100% я забуду, и придется идти второй раз. Следующий пункт. Сон. Я не понимаю, как раньше я могла спать меньше 8 часов и функционировать как полноценный человек, а не как овощ на грядке. Потому что сейчас, если я сплю меньше 8 часов, то я вообще нетрудоспособна, и меня можно просто перенести куда-то с дивана на кресло, с кресла на диван, в кровать. У меня все болит, у меня все ломит, у меня дурацкое настроение. Я не могу ни на чем сфокусироваться. Мне нужен 8-часовой сон. Раньше, в 17 лет, я могла спать 2 часа в сутки и просто проснуться, чувствовать себя прекрасно, сдать экзамен, причем хорошо сдать достаточно экзамен, и, как говорится, пойти это дело отмечать. Так, девочки, двигаемся дальше. Следующий пункт – это одежда. Раньше моя одежда состояла, наверное, на 90% из юбок, причем достаточно коротких юбок, шпильки. Я носила шпильки с 16, наверное, до 22 лет. Только шпильки, сапоги зимние, ботинки, туфли, летние босоножки – все это было на шпильках, причем не на шпильке такой шпильки, а на шпильке, вот как моя голова была приблизительно. Я, конечно, утрирую, но на половину моей головы была шпилька. Я на этих шпильках ходила на учебу, я на этих шпильках вытанцовывала и, в общем-то, прекрасно себя чувствовала. Сейчас же вот такой вот каблук, причем устойчивый широкий каблук – это мой максимум. Я вообще не ношу обувь на каблуках, не говоря уже про шпильки. Я не могу, мне устают ноги, мне что-то кажется, что у меня там что-то текло, затекло, мне неудобно. Я постоянно думаю о том, что мне хочется разуться. Следующий пункт, и мне кажется, это то, что поменялось в лучшую сторону – это моя избирательность. Я сейчас избирательна во всем. Я избирательна в еде, я избирательна в общении. Я очень внимательно отношусь к тому, что люди говорят. Я очень внимательно отношусь к своему здоровью. В общем-то, я стала очень избирательной. Я не говорю, что я заказываю себе какую-то экзотическую еду и там ем только еду, которая приходит ко мне с iHerb. Нет, я говорю не об этом, но я не ем практически никогда бургеры, чипсы, какие-то сладости. Я имею какие-то непонятные сладости, в которых напихано и арахисы, и шоколада, и изюма, и все это еще каким-то печеньком с добериной. Теперь куда больше меня прельщает, например, классный черный шоколад. Мне нравится обычная домашняя еда, причем чем проще она приготовлена, то есть чем меньше в ней ингредиентов и чем меньше стадии приготовления она проходила, то есть чем более она натуральная, тем она мне приятнее и тем лучше я себя ощущаю. Итак, девочки, следующий пункт – это отношение к возрасту. Если в 17 лет, мне все время, блин, хотелось казаться старше, потому что, наверное, я оказалась как-то младше своих лет, либо я выглядела на свой возраст, но мне всегда, блин, хотелось выглядеть, как выглядят девчонки там в 22, в 23 года, но мне всегда говорили, что нет, тебе вот больше 15 не дашь. И так это меня обижало, и так это меня стимулировало еще прям погуще накрасить ресницы и побольше макияжа наложить. Сейчас же нет. Сейчас, когда мне говорят, вы выглядите моложе своего возраста, это, знаете, как музыка для моих ушей, это прям самый приятный комплимент. И я это говорю абсолютно не лукавлю, потому что многие будут говорить, ой, нет, мне все равно, нет. Мне как бы не все равно, мне действительно приятно слышать, что я выгляжу моложе своих лет, и я не буду лукавить, что ой, нет, мне все равно. Ну, я к этому отношусь абсолютно просто. Нет, блин, не просто, это реально приятно, когда в 30 лет вам говорят, что вы выглядите моложе, по крайней мере, для меня это очень и очень приятно. Следующий пункт, который я для себя выделила, это музыка. Девочки, музыка, музыкальные предпочтения. О боже, как я страдала в 17 лет под какие-то медленные композиции, медляки мы их называли, под медляки Бритни Спирс, Бэкстрит Бойс, Кристина Агильера. Я вот прямо сидела и страдала, была такая-нибудь страдалька. Теперь, помимо очень ритмичной, очень веселой латиноамериканской музыки, я не слушаю вообще ничего. То есть, либо я слушаю что-то латинское, либо я не слушаю вообще ничего. Я могу послушать какую-то новую композицию, но в мой плейлист она вообще не заходит, если это не латинская композиция, если это не ритмичная композиция. И, как вы поняли, если раньше музыка как-то депрессивно на меня воздействовала, то есть я специально выбирала что-то такое депрессивное, то теперь я выбираю только то, что мне поднимает настроение, только то, что вызывает у меня улыбку и как-то наоборот заряжает меня энергией, поэтому, да, это, кстати, тоже очень и очень большое изменение из 17 в 30. Двигаемся дальше. Следующий пункт, который я для себя выделила, это личное время. Под личным временем я понимаю следующий факт. Раньше в 17 лет, в 17, 18, 16 я была безумно социальна. Все свое свободное время я проводила с друзьями, с подругами, мы ходили по магазинам, мы ходили на футбол, мы проводили вот время в какой-то компании вдвоем, втроем, в пятером. Мы все время были на улице, мы все время были в каких-то кафе, и какое-то мне нужно было постоянное общение, постоянное движение. Сейчас в 30 лет. Настолько мне не хочется какого-то общения, но не в плане того, что я там закрываюсь одна и сижу. Нет, мне нравится проводить время с собой, мне нравится проводить время в тишине, мне нравится проводить время со своими мыслями, и настолько для меня это ценно. Поэтому, да, сейчас я очень люблю свое личное время, свое личное пространство, очень ценю, и абсолютно мне не хочется впускать сюда много людей. Следующий пункт, который я выделила, это уверенность. Уверенность в себе, и это касается не только внешности, это касается выражения своих мыслей, выражения своих идей, не бояться высказывать свое мнение, причем делать это достаточно громко, звонко, чтобы оно было услышано. Следующая, девочки, очень важно, о чем я хочу поговорить, это то, что только сейчас, ну не вообще сейчас, прямо вот сейчас, в этот момент, последние несколько лет я начала понимать, чего я хочу от жизни. Я начала какой-то встраивать план и четкую картину видеть того, какой я хочу видеть свою жизнь в дальнейшем. То есть, я знаю четко, чего я хочу от этой жизни, когда я этого хочу, от этой жизни, и потихоньку я к этому иду. В 17 лет мне все казалось размытым, то есть, у меня не было вообще никакого плана на жизнь, по большому счету, я жила одним днем максимум неделей, постоянно я о чем-то мечтала, 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 но все это было только в моей голове, абсолютно ничего я не делала для того, чтобы как-то эти мечты исполнялись. И я закончила школу, уверенно, в 17 лет я закончила школу, я была уверена, что я выйду замуж за Франческо Тотти, и мы с ним будем жить долго и счастливо. То есть, вы представляете, насколько я была ребенком, вот прям совсем ребенком, и насколько я была ведома, в принципе, по жизни. Сейчас же, в 30 лет, я четко осознаю, что я хочу, чего я хочу, от кого я хочу, и четко знаю приблизительно, когда это должно произойти, и я делаю определенные шаги к тому, чтобы это произошло. Так, девочки, и мы приблизились к последнему, финальному пункту моего видео, и это самое важное, что я поняла к 30 годам, это значение семьи. Самое важное в моей жизни это семья, и единственная, безусловная, любовь, которая есть в моей жизни, и вообще, в принципе, в жизни каждого человека, это семья. И если раньше, как я вам и сказала, мне всегда хотелось проводить время с друзьями, мне всегда хотелось проводить время в каких-то компаниях, то сейчас мне безгранично ценно время, проведенное с моими родителями, естественно, с моим сыном, время, проведенное с моим братом, с моей бабушкой, время, проведенное с моими родственниками, с тетей Ритой, с дядей Толи, это гораздо ценнее, гораздо важнее, чем все время, проведенное, где бы то ни было, тем более, когда это все какие-то пустые разговоры. Вот время, проведенное с семьей, даже если это какие-то неважные беседы, даже если это не затронуты какие-то суперфилософские темы, Это самое ценное, и отношения внутри семьи, это самые важные отношения, и действительно, любовь от родственников, любовь от родителей, любовь от своего ребенка, и, соответственно, все это взаимно, это единственная безусловная любовь, вот самое важное слово, что она безусловная, здесь нет никаких условий, это единственная безусловная любовь, и это единственное, что в конце дня имеет какое-то значение. На этой философской мысли я вас оставлю, потому что время-то у нас уже 10 часов и мне нужно забирать ребенка из сада, потому что мы все еще к саду приучаемся, но об этом я расскажу в другом видео, либо во влоге, если вам это будет интересно. Надеюсь, что вам такой формат болтологически понравился, по крайней мере еще одно болтологическое видео я планирую записать до конца 2018 года, поэтому да, если вам это видео понравилось, то жду ваши комментарии, жду вашу обратную связь. Естественно, очень скоро мы с вами увидимся уже в новом видео и всем пока-пока, до новых встреч!